Всем привет! С момента последнего выпуска на моем канале прошло уже около месяца. И вот, наконец-таки, мои YouTube-каникулы подошли к концу. И я возвращаюсь к созданиям роликов о нашем с вами любимом и неподражаемом российском футболе. Перезагрузку канала я решил начать с одной из самых любимых мною рубрик «Русские воспитанники топ-клубов Европы». Мои постоянные зрители, которые следят за каналом уже несколько лет, должны помнить выпуски про Максима Самойлова из ПСЖ, Сергея Кундики из Порту, Романе Тугаринове из Барселоны, Леоне Калентьеве из Фейнорда и о многих других. Ссылки на все эти выпуски и на плейлист данной рубрики я оставлю в описании. Обязательно освежите себе память и пересмотрите эти нетривиальные истории. Сегодня же я в очередной раз открою для вас нового футболиста. В этом ролике речь пойдет о Максимилиане Лебедеве, русско-немецком воспитаннике лучшего клуба Германии, Мюнхенской Баварии. Кто он? Как и когда попал в Баварию? Что с его карьерой? И почему о нем практически ничего не слышно? На все эти вопросы я отвечу в этом ролике. Забегая наперед скажу, что Макси Лебедев, к сожалению, так и не добрался до главной команды Баварии. Но я хочу проверить, знаете ли вы, кто из россиян все-таки сыграл в майке Мюнхенского топ-клуба хотя бы одну игру? Свои ответы пишите в комментарии. Кстати, уже сегодня нас ждет интереснейший матч в АПЛ. Ливерпуль сыграет с Лидсом, и я решил в очередной раз проверить удачу и обратился к своим друзьям из OneWin, где я играю уже более двух лет, потому что здесь самые высокие коэффициенты, но самое главное быстрые выплаты без каких-либо скрытых комиссий. А для большего удобства вы можете скачать их мобильное приложение на Android или iOS и играть прямо со своего телефона. В этот раз я поставлю на победу красных 3000. Ну и не забывайте, что если вы зарегистрируетесь по моему промокоду RF500, то получите 500% на первые 4 пополнения. Также на сайте моих друзей появился кэшбэк до 30%. Нужную ссылку и промокод вы найдете в закрепленном комментарии. Максимилиан или же просто Макси Лебедев родился 19 января 2001 года в Нюрнберге. Его отец из Сибири, а мать уроженка Молдавии переехали в Германию в конце 90-х. Поэтому Макси пока что не посчастливилось увидеть необъятную Россию своими глазами. Но, возможно, он об этом не жалеет. В Нюрнберге Максимилиан, еще находясь в детском саду, влюбился в футбол. И уже в ближайшее время родители отдали его в местную футбольную школу. На первых порах Макси играл за детские команды в академиях любительских клубов Ян Швайнау и Фалькенхайма. На уровне сверстников Лебедев выделялся в первую очередь своим желанием и заинтересованностью в тренировках. Такой настрой ребенка поддержала его мама и отчим, которые решили перевести маленького Максимилиана в команду чуть выше уровня, в местный Нюрнберг СГ. Тут не путайте эту команду с главным клубом города, более популярным первым Нюрнбергом, который сейчас выступает во второй Бундеслиге. Нюрнберг СГ это все же полупрофессиональная команда из низших дивизионов. Но несмотря на это, самому Лебедеву несколько лет проведенных в СГ помогли подняться на новый уровень. В русско-немецком подростке разглядели потенциал скауты академии главной команды Нюрнберга. И Максимилиан в свои 10 лет попадает в профессиональную академию родного города. Здесь у Макси вновь получается прогрессировать и улучшать свою игру. Вместе с командой он выигрывает несколько серьезных турниров, и именно в тот период он твердо решает стать профессиональным футболистом. В 14 лет мальчишку с русскими корнями вновь ожидает повышения в классе. Ему предлагают перейти в более сильный Штутгарт, который славится своей академией на всю Германию. Отсюда путевку в большой футбол получили Кевин Куранье, Тима Хильдебрандт, Сами Хидира, Марио Гомес, ну и конечно же Тима Вернер. Упустить такую возможность попасть в достаточно крутую академию Максимилиан просто не мог. И он все-таки решается на переезд из родного дома в неизвестный, но очень интригующий Штутгарт. В составе юниорской команды Шваб Лебедев проводит, пожалуй, лучший сезон в своей карьере. Ю-15 Штутгарта выигрывает юношескую бундеслигу в своей возрастной группе. Это главное соревнование для 15-летних футболистов в Германии. Тогда Макси окончательно определился с позицией на поле. Он на постоянной основе стал бороздить левую бровку в качестве крайнего защитника. Ну а постоянная игра в стартовом составе придает ему уверенности и заставляет боссов других команд поглядывать на быстроногого русского немца. И вот мы подходим к самому главному эпизоду в футбольной карьере Макси Лебедева. Победный сезон в Штутгарте подходит к концу. И в начале июля 2017 Максимилиан получает предложение, от которого невозможно отказаться. Мечта всех мальчишек Германии, которые занимаются футболом, осуществляется именно у героя этого выпуска. Макси Лебедева позвали в Мюнхенскую Баварию. И как вы понимаете, если боссы Академии Красных обратили внимание на немецкого юниора с русскими корнями, это означало только одно. На тот момент он считался одним из лучших левых защитников во всей многогранной системе немецкого футбола. Максимилиан переехал в Мюнхен и был ошарашен тем, как устроена самая лучшая Академия Германии. Первоклассные условия, высококвалифицированные тренера, инфраструктура на космическом уровне и другие важные аспекты для развития юных футболистов. Все это и еще множество различных бонусов получил Лебедев, попав в команду Баварии Ю-17. Кстати, вместе с Макси в то же время стан баварцев пополнила еще одна, как тогда говорили, будущая звезда европейского футбола – Райан Йоханссон. Но на данный момент Вундеркинд из Люксембурга уже сменил Германию на Испанию и в свои 20 лет скромно выступает в молодежке Севильи. Но вернемся к Макси Лебедеву, для которого сезон 17-18, его первый год в структуре Баварии, начался просто отвратительно. Первые пять туров крайний защитник пропустил из-за разрыва связок коленного сустава. И уже тогда стало понятно, что такое серьезное повреждение в столь юном возрасте может привести к отсутствию развития в футбольном плане. Но Макси возвращается в строй и следующие пять матчей проводит в стартовом составе. Увы, отличиться полезными действиями у него тогда не получилось. В октябре тренерский штаб Баварии Ю-17 решает посадить русско-немецкого игрока на скамейку запасных. Тренерам становится понятно, что травма, полученная перед началом сезона, может стать для Лебедева роковой. Зимой он не проводит ни единого матча в составе Ю-17. А вместо этого его отправляют на международный ежегодный турнир по футзалу Югенд Еврокап Гальдорф. На зимнем турнире Макси играет против сверстников из Загребского Динамо, Лондонского Тодденхэма, Швейцарского Туна и ряда других немецких команд. А в ворота бельгийского Антверпена Максимилиан даже отличился забитым мячом. Кстати, вместе с Макси на том турнире феерил еще один распиаренный талант Баварии Джошуа Зиргзе. Сейчас он лечится от различных повреждений в итальянской парме. Юные баварцы не смогли выиграть золотые медали в футзальном турнире. Зато в Бундеслиге Ю-17 они, как и подобает главной силе немецкого футбола, весь год шли практически без поражений и в итоге завершили регулярный чемпионат на первой строчке. Что касается Максимилиана, то он крепко обосновался в роли запасного и лишь пару раз выходил на последние несколько минут. А когда до конца турнира оставалось три матча, Макси на тренировке получил еще одну травму. И снова это разрыв связок. В итоге Лебедев пропустил важнейшие игры в плей-офф, где Бавария уступила в финальном матче Боруссии и завоевала только лишь серебро. На счету Максимилиана числятся 8 матчей в составе мюнхенского клуба, что естественно не устраивало самого игрока, которого до начала сезона считали будущим баварского клуба. Из-за высокой травматичности игрока летом 2018-го Бавария решает избавиться от Лебедева. Таким образом подходит к концу краткосрочный союз русского немца и мюнхенского топ-клуба. К сожалению, Макси стал в один ряд со многими талантливыми футболистами, карьеру которых загубили серьезные травмы в самом начале их футбольного пути. После грустного расставания с Баварией стало понятно, что Лебедеву, который до этого только поднимался вверх шаг за шагом по ступенькам своей карьеры, теперь нужно искать клуб намного слабее. Таким пристанищем оказалась Динамо из Дрездена. Но перезапустить здесь свою карьеру и сделать шаг во взрослый футбол у Лебедева не получилось. За два года он провел 22 матча в Динамо Ю-17, забив при этом два гола и отдав одну голевую передачу. Скромные показатели на поле вновь перемешались с различными повреждениями и долгим пребыванием в лазарете. Увы, но летом 2020 года стало понятно, что из-за прошлых полученных травм Макси просто-напросто не подтянет переход во взрослый футбол в команду высокого уровня, а связывать свою карьеру с сомнительными клубами из региональных лиг молодой парень, конечно же, не захотел. В интернете мелькала информация, что Макси находился на сборах в стане молодежки Санкт-Петербургского «Зенита». Но насколько эта новость была правдивой, не ясно. Кстати, Макси имеет двойное гражданство, но в юношеские сборные России или Германии он не вызывался. Не забывайте, что по моему промокоду RF500 вы получите 500% на первые 4 пополнения у моих друзей в Ван Вин. Впрочем, дальнейшая судьба Макси Лебедева, несмотря на грустное начало карьеры, выглядит очень даже оптимистично. Да, в большом футболе мы, скорее всего, его уже не увидим. Зато сам Максимилиан теперь настроен получить образование в одном из колледжей США. В этом году Макси должен переехать в Америку и, скорее всего, будет совмещать учебу вместе с выступлением за студенческую команду. Так что русский воспитанник Баварии окончательно не попрощался с футболом. Правда, стоит признать, что травмы все-таки поставили жирный крест на его профессиональной карьере. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Пишите в комментарии, о каком герое хотели бы увидеть ролик подобного формата. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну и, конечно же, не забывайте любить наш футбол. Всем пока!